Продолжение следует... Снова рад вас видеть на своем канале. Кто меня не знает, зовут меня Дмитрий. Сегодняшний ролик будет настолько красивым, должен получиться, насколько я старался его вам сделать, и стараюсь, да, в данный момент, когда я его снимаю, объясню, в чем идет речь. Сегодня у нас будет коллаборация. Коллаборация совместно с каналом Любовь Далиман. Объясню, в чем вся фишка, в чем вся загвоздка. Я сегодня, вашему вниманию, покажу новинки ароматов от компании Бракар, которых нет еще нигде, ни на официальном сайте компании, ни на каких-либо сайтах, которые работают с парфюмерией. Я, можно сказать, для вас сегодня буду как первооткрывателем. И я вам совместно с Любой, мы вам расскажем наше восприятие про эти ароматы. Поэтому смело заходим к Любе на канал, подписываемся к ней на канал, ставим лайки, кто не подписан, жмем на колокольчики. Люба, Любаш, жди, посылка едет. Но, смотрите, я сделаю коллаборацию сегодня. Любаша сделает коллаборацию где-то через неделю, пока до нее доедет посылка, потому что она живет далековато от меня, и я не могу вот так вот ей просто, знаете, как вот в окошко перекинуть, чтобы она их поймала, к сожалению. Поэтому я сейчас проговорю свое восприятие про эти ароматы, свое мнение вам выскажу. Буквально через недельку, дней через, там, может быть, максимум 8, пока до Челябинской области доедет посылка, до Любаши, пока она ее вам расскажет. Поэтому наберитесь терпения и ждите. Простите меня за заикание, простите меня за то, что, может быть, я гоню какую-то тавтологию, потому что мне не терпится с вами поделиться, нужно оставить какую-то информацию. Кстати, информация на канал Любы будет у меня в инфобоксе под описанием под этим видео, поэтому смело заходим к Любе, даже если этот ролик еще ею не выпущен, а он пока не выпущен, там, может, еще посылка до нее не доехала. Вот, все равно заходим, все равно подписываемся, все равно ставим, жмем на колокольчик и ставим лайки, и буквально наберитесь терпения, через недельку она вам расскажет про эти ароматы, про которые я вам расскажу сегодня. Значит, начнем с небольшого, с небольшой такой предыстории, да, с небольшого такого вступления, и перейдем к обсуждению, к обзору этих ароматов. Значит, ароматы, линейка новая, но в старых флаконах, да, то есть, насколько вы помните, раньше были ароматы у компании, которые так совсем недавно сняли с производства, назывались Modern Classic, Modern Noir. Выглядели они вот таким образом. Помните, да, все прекрасно помнят эти ароматы. Да, вот такая вот коробочка. У меня остался вот из той коллекции, вот единственный аромат, вот этот, да, классический, ретро-аромат. Любаш, тебе такой нравится, я знаю, что у тебя он есть. Вот, кстати, Noir тебе уже тоже, тоже есть. Я знаю, ты меня смотришь, Noir тебе едет. Вот, и такой же был мужской аромат. Выглядел он вот таким образом. Помните, да, как американский микрофон. Я по нему, по-моему, снимал ролик, я по нему рассказывал, вот так вот он выглядел. Тоже у меня он есть, и он тоже мне в единственном экземпляре. Так вот, компания Bracar выпустила линейку ароматов для мужчин и для женщин. Я сегодня проговорю вам про все ароматы, но она, компания, как бы их сделала линейку побольше. То есть, если вот старой версии модернов было по два аромата, два мужских и два женских, в этой новой линеечке четыре женских и два мужских. Объем 50 и 100 миллилитров. Я хватанул полтинники, потому что они, мне кажется, более изящно смотрятся, но хотя и сотки тоже, но дело не в этом. В чем прелесть этих ароматов, я вам вкратце расскажу. Вы знаете, сначала меня смущал такой вопрос, я сначала думал, что это опять очередная какая-то версия или очередной аналог на элитные бренды, но меня заверили, что это не так, что да, это как бы переиздание тех ароматов, вернее, даже ароматы новые, а переиздание... Короче говоря, переиздание линейки, но старые флаконы новые ароматы, потому что, ну, помните, да, эти флаконы, они были, и в них сейчас просто их сделали большим объемом. И коллекция называется Dior. Женская коллекция называется Dior, мужская коллекция называется Estet. Все подробно мы сейчас с вами обсудим, все проговорим. Вы знаете, я, наверное, сделаю каким образом? Я, наверное, сейчас возьму один новый аромат и сравню его со старым, потому что, ну, у меня скрадывается сомнение, что они одинаковы по цвету жидкости, и мне так кажется, что они могут быть похожи между собой. Вот. Поэтому я сейчас сделаю такие вот пару блотеров, ну, как бы, да, чтобы уже... Извините, я не подготовился к ролику, потому что хотелось бегом-бегом вам с вами поделиться. этой информацией, да, прямо вот я в тропях, в попыхах, прямо этот самый несся домой, теряя тапки, чтобы вам об этом рассказать, потому что, ну, блин, ну, хочется как бы новинку, да, выпустить в свет, понимаете, и как бы рассказать про нее вам, потому что ее пока нигде нету, и когда, как скоро она появится, тоже пока неизвестно. Так вот, сейчас я вам покажу сначала, как эти ароматы выглядят, да, и потом мы с вами начнем уже обзор. Ролик, скорее всего, получится длинным, так что, пожалуйста, не обижайтесь, наберите терпения и смотрите. Я их расставил аккуратно на подносе, выглядят они вот так, па-бам, вот такая вот красота, и называются они Диор, что-то они меня скользят. Это все тестеры, я специально взял еще и тестерные варианты, чтобы у меня было побольше упаковок, то есть они выглядят вот таким образом. Посмотрите, какая красота, да, вот эта линейка, вот они мужские, вот такие же, да, только называются они эстет, вот они, ой, не уронить бы всю эту красоту, вот так. И вот эти вот все ароматы, которые раньше были под названием модерн, они теперь называются Диор, и у каждого Диора есть свое под название, да, вот он, старый модерн, сейчас я вам покажу его надпись, вот он, помните, да, бракард модерн, а эти все называются Диор, и у каждого Диора есть свое под название. Итак, давайте начнем с обзора, кстати, коробочки у них тоже очень красивые, сейчас я покажу вам коробочки, как выглядят. Сейчас, секундочку, я вам их покажу, женские коробочки, как они выглядят, тоже довольно-таки эстетично, то есть здесь все сделано, подобрано с умом, но я вам честно скажу, компания, да, вот, ну не представляет меня удивлять своими вот этими прелестями в создании, в издании ароматов, вот честно говоря, вот новой Заре бы у них поучиться бы, да, для создания новинок, вот честно вам скажу, хотя все новую Зарю любят, но там уже любить нечего, потому что одно старье и нового ничего пока не производится, к сожалению. Вот так вот выглядят коробочки, тоже, видите, такие вот симпатичные. Ну давайте теперь о каждом аромате отдельно. Значит, я, наверное, знаете, как сделаю? Я, наверное, начну с аромата под названием Dior 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 Dior, Dior Dior, он называется, вот такая у него коробка, и вот он сам аромат, вот такой вот, и он, насколько вы заметили, да, похож вот со старым модерном, и вот я хочу их сравнить, потому что меня срадывало сомнение, что вот эти два аромата, они похожи, да, потому что, посмотрите, по жидкости практически одинаковые, вот мне бы теперь хотелось бы понимать по звучанию, как они будут звучать. Значит, давайте сделаем, как я делал в предыдущий раз. Я нанесу их на блотеры, и мы с вами их немножко затестим, а потом уже перейдем к остальным ароматам. Значит, на этот блотер я наношу старый модерн классик, но совсем новый, поэтому холостые пшики. Ага, есть. Кстати, этот аромат, он гурманский, аж на сон зачесалось. Вот. И нанесем вот на правый блотер новый Dior. Есть. А теперь в чем разница? Вот есть небольшая разница, причем вот этот, он более в ретро, да, старый, но давайте сейчас не будем о старом, давайте сейчас о новом. В принципе, они разные. Вот что меня обрадовало, то, что они разные. Схожесть, только знаете в чем? Схожесть только в том, что это гурманика. И тот, и этот, они гурманские ароматы, да, то есть вот этот гурманика. И сразу я, не зачитывая ноты, хочу вам сказать, что он мне напоминает. Он мне ничего не напоминает, что в этом аромате, да, у него здесь, вот я чувствую, хотя прописаны цветочные ноты амбра-ваниль, но они с восточным акцентом, и вот мне здесь отчетливо слышится, знаете что? Вот я здесь четко слышу ваниль с примесью какао, причем даже не какао, я искал горячего шоколада. Вот что такое вот ваниль с шоколадом, или можно даже сказать, да, ваниль с вот этим шоколадным напитком, с какао можно даже так сказать. Немножко проскакивает вот это вот янтарный оттенок. Янтарный в каком плане? В таком вот, что карамель такая вот, да, вот густая карамелька здесь присутствует. Очень красивый, классный аромат, гурманский. Девчат, девочки, красавицы, реально, бомба, вот клянусь вам бомба, за 450 рублей вот эту красоту приобрести, это, ой, за 350, простите, потому что все-таки подороже, эти чуть подешевле. Кстати, вспомните, да, по поводу цены, я вам хочу сказать. Вот помните, вот этот аромат, по-моему, сотка, насколько я помню, стоил чуть больше тысячи, да, в районе 1200. В этой линейке сотки что-то до 500 рублей, вот эти 350. То есть, сами понимаете, за такую красоту 350 рублей отдать, это, я считаю, это ничего не сделать. Просто вот. Вот он реально, он гурманника. Вот те, кто любит гурман, гурманские ароматы, теплые, да, вот эти вот, вот действительно здесь, вот цветочные ноты я здесь не ощущаю. А вот именно такое переплетение, вот какао, или же горячего шоколада, с ванилью, и с вот этой вот карамелью, здесь отчетливо слышно. Самое интересное, что у них хорошая стойкость, потому что, до того, пока я носился по квартире, как в одно место ужаленный, потому что я не знал, с чего начать, как все это начать, потому что, как правило, для того, чтобы снять какой-то ролик, я какое-то время подготавливаюсь к нему. Сейчас у меня все это просто вот с бухты барак, как-то с ног на голову, и пока я носился по квартире, не знал, с чего начать, где приземлиться, откуда начать съемку, как ее сделать, да, то есть, я это не продумывал, у меня это все вот так вот выливается. И я его нанес на руку, потому что это тестер, да, просто я с Любашкиных ароматов поснимал вот эти крышечки, потому что тестеры приходят вот в таких вот колпачках, да, ну, естественно, как бы не эстетично, поэтому я осмелился у Любы открыть ее коробочки, и поснимать у нее вот эти крышечки, чтобы сюда поставить. Ну да ладно. Вот. И, естественно, носившись по квартире, я все ароматы нанес на себя, как только можно было, в хаотичном порядке, и резко, тупо, дико изучал, что же похоже, что же не похоже, знакомые они мне или незнакомые. В итоге они оказались мне незнакомы, что меня очень даже радует. Понимаете? Потому что они реально отдельная линейка, отдельно стоящая. Давайте начнем с следующего аромата под названием Виолет Диор, да, как Voice, наверное, Вуаль, скорее всего. Да, скорее всего, Вуаль. Золотая Вуаль. Вот, даже на коробке написано. Только здесь не написано сам состав, а написано, как называется. вот, золотая Вуаль. А предыдущий, а предыдущий, как называется? Золотая Дама. Вот, Дам Диор. Ну да, Диор золото. Золотая Дама. И этот называется золотая вуаль. Давайте с этой золотой вуалькой познакомимся. Внутрь здесь это альфакторное семейство цветочно-древесные. Ноты ирис, мускус, почули, деревяшки. Слушайте, крышка такая, хрен, откроешь? Нормально. Слушайте, возок. Слушайте, мне это уже нравится. Вот. Ого! Ребятки, я не могу его открыть, вы представляете. Я реально не могу его открыть. О, открыл. С таким трудом. Так, давайте его. Па-бам! Что же он нам напомнит? И что-нибудь напомнит ли? Ну, реальный ирис. Реальный ирис. Слушайте, я готов ему обливаться с ногой до головы. Здесь реальный ирис с такой спочулистью и чуть-чуть скрепление мускуса. Да, что-то он отдаленно мне напоминает. Вот что я пока вам не скажу, но это настолько красивое напоминание, очень красивое напоминание, что просто вот даже передать не могу. Он, вы знаете, вот по звучанию он действительно такой дорогозвучащий, такой вот он не повседневный аромат на какой-то выход, аромат на какую-то вот красивую встречу, да, аромат с интригой, аромат, ну я бы его назвал даже не то чтобы возбуждающим аромат, придающим страсти такой вот, да, страсти и соблазна. Красивый очень аромат, он действительно здесь вот отчетливо слышен ирис, цветок ириса, какие-то вот, знаете, похожие вот на можжевеловое дерево, на можжевеловые ветки там или ствол, вот что-то такое напоминает, да, вот это идет переплетение. И вот почули здесь нежная, не такая вот прям вот ядреная, а вот нежная такая почулька. Короче говоря, вот вы знаете, по-моему, вот что-то вот есть направление люкса, вот какой-то вот элитки, но, я чуть не охрип, но все-таки действительно какое-то вот свое звучание этот аромат имеет. Вот все равно вот он звучит очень дорого, вот может быть я вспомню, на что он похож, может Люба вспомнит, что он ей напоминает, но вот мне он пока что-то напоминает, но я сейчас вот не могу ловить этот аромат, но где-то, а, вспоминаю, отдаленно Джой от Диора. Его я сейчас немножко слышу, потому что есть какой-то вот именно Джоевский отголосок от Диора, да, вот есть какой-то там вдалеке отголосок Джоя, но я бы сказал, что Джой для меня очень слишком сладок, очень слишком такой вот он, а, как его назвать-то, такой вот скользкий, я бы сказал, аромат, этот он наоборот, он даже как-то более, вот, говорю, поэстетичнее, поэлегантнее, даже намного элегантнее Джоя, вот я бы так этот аромат назвал, вот так вот, это не такая у него коробочка, классный аромат, вот тоже, опять же, вот, респект, уважуха создателям этих замечательных ароматов, вот просто слов нет, вот, вот, ребята, продолжайте в том же духе, потому что, ну, блин, ну, это бомба, это реально бомба, это взрыв мозга у меня в том числе, потому что не подготовишься так вот резко вот выбежать, да, и вот рассказать вам про эти ароматы, это, ну, я вам скажу, дорогого стоит, да, потому что, как правило, нужно готовить, чтобы все было, этот самый, а, я сейчас расскажу, и, как бы, буду ждать с нетерпением ролика Любу, чтобы узнать ее мнение, но я уверен, что она будет со мной где-то солидарна, где-то нет, но тем не менее, у нее будет свой взгляд на это все происходящее. Следующий аромат из линеечки называется Секрет Диор, золотая тайна, вот такой вот, зелененькая жидкость, такая даже, я бы сказал, даже светло-зеленая, в белой короебочке, ой, простите за мой испанский, в коробочке, вот, что он нам говорит, это, как бы, напоминает искрящуюся свежесть и прохладное спокойствие, сейчас мы поймем, что здесь, вы знаете, я этот аромат тоже тестил, классный аромат, вот, пока я носился, опять же, да, повторюсь, по квартире, где-то там, что-то там я уловил, короче говоря, это легкая и романтичная композиция, с ароматом, с бодрящими цитрусами, с ландышем, с зелеными нотами, с сочным яблоком и с акватическим оттенком, альфакторное семейство цитрусовое и зеленое акватическое, в нотах цитрусы, ландыш, яблоко, мускус, акватика, давайте теперь его затестим, что он нам напоминает, вы знаете, и не Донна Карен, и вот это яблоко Дилишес, да, и не Эрмия Сады Унила, вот что-то между ними, вот что-то такое, вот неординарное, между ними стоящее, зелень здесь присутствует, яблоко такое, я бы назвал даже примерно, сорт, потому что я эти яблоки очень люблю, именно этого сорта, это здесь скорее всего семеренка, мне кажется, причем в разрезе, да, когда уже вот половинка яблочек, вот это вот сама внутренность яблока, вот почему-то мне семеренка на ум пришла, больше никакая, потому что ни Антоновка, ни какие там другие, ни Анис, ничего здесь не подходит, вот именно почему-то семеренка, вот именно я прекрасно знаю ее аромат, этого яблока, с такой, зеленоватой приправностью, да, такое ощущение, что это яблоко валялось где-то в траве, да, прошел дождик там или роса, и вот это яблоко вместе с травой переплелось, и вот издает такое вот, какое-то непонятное сочетание, причем красивое сочетание, заметьте, вот реально, вот по поводу акватики, возможно, здесь можно уловить, знаете что, наверное, ствол вот этой водяной лилии, именно ствол, который растет под водой, потому что, если брать даже совокупе все три вот этих ингредиента, я бы сказал, что здесь вот это зеленое яблоко, валяющееся в траве, и на чаек к ним забежал вот этот ствол лилии, да, чисто поздороваться, вот как-то вот так я бы это отнес, да, то есть вот именно вкрапление вот этих трех замечательных нот, но опять же, повторюсь, что это между, может быть, даже между садами у Нила и ларингели от Ланкома, потому что они оба зелененькие, они тоже очень классные, эти ароматы я очень хорошо помню, вот что-то между, но вот это между, настолько классное вот это между, что я вам просто передать не могу, кстати, по стойкости они вот оставляют желать не то, что оставляют желать лучшего, я неправильно выразился, они реально, ну, по стойкости, ну, не уступают тому же люксу, ниши и так далее, вот именно эта коллекция новая, я бы сказал, здесь даже концентрация не туалетной воды, а может даже парфюмерной воды или полудухов, да, такое, потому что действительно у них, вот я сейчас вот этого все ощущаю, и то, что у меня, на мне было нанесено изначально, пока я здесь носился, и плюс вот этого сейчас облака, слушайте, ну, коллекция дорогого стоит, вот честно вам скажу, за эти вот сущие копейки, вот приобрести такую коллекцию, я считаю, это надо быть полным дорогом, чтобы ее не купить, вот я честно вам говорю, это извините, вот, ну, я вот так вот буду выражаться, потому что я на эмоциях, меня прет, и вот хочется с вами побыстрее с этим совсем выдохнуть, скажем так, так, давайте дальше, давайте дальше, так, это мы проговорили, давайте дальше начнем, вернее, продолжим, так, и четвертый аромат из этой же коллекции, это Мадемуазель Диор, желтенький вот такой же, да, то есть, видите, вот они немножко чем-то похожи, сейчас мы, ну, вот этот, скорее всего, кстати, да, возможно, будет похож с этим, со старым изданием, потому что, видите, они даже очень похожи, сейчас я попробую, потому что, с первым вот с этим я был не уверен, потому что он реально гурманненький, шикарный аромат, а вот здесь, наверное, все-таки с бракаром, кстати, заметьте, что здесь железная была, раньше, да, вот подставочка, здесь просто наклейка, и вот просто такая вот, не знаю, может, что-то и закончилось это, но дело в том, что, ну, как-то вот так они сделали, но хотя вот с этим было намного эстетичнее смотрелось, с этой вот железачечкой, чем вот без нее, ну, какой есть, такой есть, не знаю, может быть, на сотках будет такой, но на полтинниках этого нет, то же самое и мужских касается, к этому тоже мы с вами сейчас дойдем, такое ощущение, что они, вот, железячки эти золотинки пожалели, ну, ладно, так, на чем мы с вами остановились, на желтом, мадемуазель Диор, так, не то взял, золотая мадемуазель, да, вот, так они выглядят, что здесь, объединяет изящество и загадку, французский шарм и утонченность, но, скорее всего, это, наверное, оно и будет, потому что, вот с этим французским акцентом, здесь сочный лимон, ледяная мята, розовый перец, карамельный сироп, деревяшки, мускус, жасмин, семейство фруктовый и цветочный, давайте теперь его попробуем, опять я не могу его открыть, да, что ж такое-то, слушайте, второй аромат, который я не могу, приходится делать с усилием, ничего себе пробка, вот сделали, да, что ж такое-то, слушайте, ну пробка реальная, пока ее отдерешь, это нужно приложить очень много сил и умений, давайте его попробуем, давайте, наверное, все-таки сделаю его, наверное, на блотере, потому что мне как-то вот хочется их оба понять, эти ароматы, ладно, сделаем облачко, так, ну-ка, и с этим я сравню-ка, ну, что-то есть, есть схожий со старым изданием, только вот новое издание немножко послабее, да, вот эти два аромата, они похожи, вот со старым изданием, что, честно говоря, чему я очень рад, потому что он реально классный, вот этот вот старый, и вот этот новый, вот они стоят на одной ступени, они похожи по своему звучанию, только вот этот более какой-то вот немножко ослабленная версия, такая более театральная, да, с таким театральным оттенком, то есть если вот это вот более гламурное, вот это более театральная, такая вот, да, более спокойная, более такая вот приземленная история, вот с этим ароматом, да, вот можно даже так его описать, этот вот старое издание, он более такой вычурный, он более такой гремящий, да, говорящий, там, я не знаю, кричащий, вот такой бы я его так описал, вот это более спокойная версия, что, собственно говоря, мне кажется, даже лучше, потому что, опять же, может быть, его даже стоит носить и летом, потому что ту версию старую только на осень, на зиму, на холодное время года, потому что она удушит конкретно, это еще как-то вот умеренно будет сидеть, значит, что я здесь учуял, та же самая гурманика, мне показалась такая вот, да, вот оттенок, вот именно перец тут есть, именно вот это карамельный сироп, но, опять же, не вот приторный сироп, да, такой вот сиропчик, карамельный сиропчик такой, да, который, может быть, добавляют в кофе, там, куда-то в какой-то напиток и так далее, не вот эта вот тянучка, нуга, или из чего делают вот эти вот конфеты, да, карамельки, вот эти, а вот именно такой вот слегка разбавленный карамельный сиропчик здесь присутствует, лимон с мятой тоже здесь можно уловить, то есть, если даже, знаете, как я бы его описал, вот только лимон, а с мятой, политой вот этим вот карамельным сиропом, и все это находится в таком вот каком-то букет, в букете из пиона и жасмина, который содержится тоже в этом аромате, но вот их я не улавливаю, то есть, если брать те ноты, которые я уловил, здесь вот реально вот такой, вы знаете, десерт, такой ассорти, вот именно долька лимонна с мятой, политой вот этой вот, вот этим карамельным сиропом, слушайте, а вкуснотища получается, это реальная, вот реально вкусный, классный аромат, не знаю, вот просто бомба, вот не ароматы, а реально бомба, все ароматы я выложу в ролик в виде фотографии, постараюсь это сделать при монтаже, поэтому вы каждый аромат увидите, ноты каждого аромата я тоже постараюсь расписать, чтобы вы понимали, о чем идет речь, да, вот, потому что пока его нет, этих ароматов на официальном сайте, вы хотя бы от меня узнаете, хотя бы сам состав, и что к чему, куда, какая направленность, потому что я вам рассказал, опять же, свое мнение про них, вот, это были женские ароматы, давайте перейдем к мужским, давайте перейдем к мужским, и давайте про них поговорим, вот, честно говоря, есть небольшой такой минусик в этих ароматах, в том, что здесь вот, нет, во-первых, вот этого вкрапления, опять же, почему без крышки, это тестер, да, крышка, он выглядит вот таким образом, крышка, кстати, на магнитике, да, вот она примагничивается, вот так, вот что мне не нравится в новом издании, вот смотрите, здесь вот это вот, в старом издании, вот эта золотая, такая вот, железная донышко, можно так сказать, да, обрамление такое, то есть, намного эстетичнее смотрится, старое издание, чем новое, у нового, к сожалению, такого нет, что очень обидно, опять же, здесь, надпись, да, вот, модерн классик, такая вот, на это вот, то есть, ну, он очень красиво, дорого-богато, смотрится, здесь написано бракар, слово, а здесь этого нету, да, то есть, нет вот этой железочки, то есть, вот даже я вам покажу, вот так, да, нет вот этой железочки, нижней, и вот здесь просто тупо, вот эстет написано, это просто тупо наклейка, вот, единственное, вот это вот то, что меня немножко, ну, расстраивает, да, еще раз повторюсь, если вернуться к старой коллекции, вот эта коллекция была довольно-таки дорогая, но она, согласитесь, и выглядит дороже, вот это вот, дешевая, где-то даже в половину, если не больше, чем в половину, она дешевле, но она, поэтому, может быть, так и выглядит, но не знаю, может быть, они, сделают какие-нибудь поправки в дизайне флаконов, кстати, надо будет с менеджерами связаться и поговорить с ними на эту тему, чтобы они поменяли дизайн, потому что, ну, намного эстетичнее будет смотреться, хотя, как сказать, может быть, их и сняли с производства, вот эти, чтобы сделать переиздание вот на эти, ну, не страшно, зато это парфюмерная вода, это туалетная была, давайте не буду вас сильно томить, я тоже хочу сравнить эти два аромата, так, на что бы мне их сравнить, куда бы мне их нанести, сейчас я попробую это сделать, чтобы мне уже понимать, о чем идет речь, похожи они или нет, потому что мне тоже терзают смутные сомнения, что они между собой похожи, сейчас я попробую их нанести, так, давайте попробуем, есть у меня пара бумажек, так, старую версию наношу, ага, есть, и новые издания, есть, вот они, да, кстати, они похожи, вот они реально похожи, вот этот, если к платинам, вот в новом издании, да, который, вот он, маленький, вот этот, вот старый, я не помню, какие ноты, но они очень похожи между собой, здесь, альфакторное семейство фужерные пряные, но пряности я здесь не чувствую, здесь именно кислинка, которая придает мандарин с лимоном, здесь, вот эта вот нота бергамота присущая, да, причем, как бы я сказал, вот это трио лидирует здесь, бергамот, лимон и мандарин, по поводу черного кунжута сложно сказать, здесь, кстати, в нотах еще заявлен черный кунжут, тот же самый перец, кедр, ветивер и мускус, но вот сразу хочу вам сказать, что вот здесь при плетении идет в первую очередь, вот даже если облачко нанести, вот лидируют здесь три ноты, мандарин, лимон и бергамот, вот они прям лидируют, прям солируют здесь, дальше, дальше, немножечко, если вот он немножко сейчас вот развеивается, можно, можно уловить, чуть-чуть такой вот ветивер с мускусом, но по поводу черного кунжута, ребята, я не знаю, как вообще пахнет черный кунжут, имеет ли он вообще аромат, вот каюсь, не знаю, но вот именно вот это вот, цитрусовая нота вот с мятой и бергамотом, здесь вот она лидирует и остается неизменной, классный аромат, ничего не хочу сказать, вообще шикарный, но есть, вот между ними есть какое-то сходство, причем, кстати, это был тоже в те времена, когда эти ароматы были еще в издании, этот аромат был тоже одним из моих любимых, из мужских, и я вот тоже сюда вот сюда носил, но это у меня в виде тестера, я его пока берегу, потому что все-таки это снятость, поэтому я его, ну, ношу крайне редко, но пока пусть стоит, кашу не просит, вот, вот этот аромат советую, может быть, даже, я бы сказал, рекомендую, потому что он действительно классный, и надеюсь, что его по стойкости тоже хватит, очень даже надолго, и следующее, это был Estet Platinum, и сейчас Estet Blue, это уже последний, завершающий аромат, из нашей с вами сегодняшней, такой большой подборки, значит, что мне показалось здесь, в этом аромате, мне почему-то показалось, что он по жидкости, по своей, да, по голубой, вот это, похож на Антонио Бандерес, Блю Седакшн, надеюсь, что это не так, потому что Седакшн, я очень хорошо знаю, здесь, вообще, описывается аромат, как воплощение стиля и строгости, здесь, альфакторное семейство, фужерные пряные, и ароматическое, древесно пряные, здесь у нас, что в нотах, здесь горечь полыни, бергамот, корица, розовый перец, лист табака, герань, кедр, вот сейчас мы с вами это все дело и послушаем, насколько это схоже с мнением, лист, вот, слушайте, нет, он не похож на Седакшн, абсолютно не похож, он вообще ничего не напоминает, это отдельная стоящая линейка, вот здесь я отчетливо слышу, знаете, по-моему, здесь что-то такое вот, отдает риской, что-то есть такое ирисочное, вот именно конфеточное ирисочное, да, ну, скорее всего, я так понимаю, что это, наверное, звучит бергамот с полынью, вот что-то такое вот, слушайте, а очень красиво, открывается очень красиво, что-то такое здесь непонятное, но полынь проскакивает, бергамот проскакивает, возможно лист табака, но только зеленый лист табака, здесь можно уловить, по поводу розового перца, корицы, вряд ли, очень, слушайте, аромат, я даже не знаю, как его вам описать, я даже не знаю, как вот, сходу, я даже не могу вам ассоциации свои, сказать про него, но он реально бомбический, он реально классный, выглядит, кстати, вот такая у него коробочка, забыл вам коробки показать, у Платин у него вот такая, у Estet Blue вот такая, ну вот вы знаете, вот он действительно подойдет, такой вот, у него сразу, что мне приходит сейчас на ум, звучание у него такое стильно богатое, то есть этот аромат, он неузнаваем, кстати, его очень будет сложно узнать, потому что, вот я сначала думал, что он похож на Blue, но не похож, отдельная линейка, были правы, и вот что-то такое вот здесь есть, вот, какая-то изюминка, вот какое-то вот, что-то такое непонятное, но вот, возможно, здесь герань, так звучит, да, потому что, вот опять же, здесь солирует, бергамот полынь, это 100% здесь солирует, возможно, к ним, там, подоспела герань, в этот момент, да, в момент открытия вот этих двух нот, и уже потом все это дело, когда расходится по домам, остается одна одинокая, такая вот чуть-чуть, вот даже не одинокая, а вот может быть, лист табака с корицей, причем лист зеленого табака, зеленый табак, не созревший еще, вот что-то такое странное, вот вы знаете, я даже не могу вам конкретно его описать, этот аромат, но он настолько классен, что, слушайте, он тоже будет, наверное, на полке из моих любимых ароматов, вот, ребят, простите за каламбур, правду, я не знаю, но он классный, он действительно не похож ни на что, он действительно, какой-то вот, даже, я бы сказал, преподает стиль, знать какую-то, да, какой-то вот он, ближе вот туда вот, к привилегированным особам, туда куда-то он относится, этот аромат, ну, как-то вот так, вот что-то типа такого, вот я могу про него вам рассказать, короче говоря, я рассказал вам свою версию, значит, ждем выпуска Любы, Люба будет только женский аромат, мужские, она, к ней не поедут, вот, где-то через недельку, дней через восемь, выйдет ее коллаборация, и она вам расскажет свое восприятие, на эти ароматы, значит, хочу вам сразу предупредить, всю подробную информацию, по стоимости, и по тому, о чем мы с вами сегодня говорили, я выложу в инфобоксе, если вы захотите у меня их приобрести, я вам советую сделать это до, максимум до 20 июля, потому что я потом ухожу, на полтора месяца в отпуск, меня не будет в Москве полтора месяца, это можете считать как реклама, вот, поэтому если вдруг вам что-то, понравилось из этих описываемых ароматов, и мужских, и женских, смело заходим, ко мне на ватсап, на вайбер, пишем, можете даже звонить без проблем, но до 20 числа, постарайтесь уложиться, потому что потом я не буду, вообще в Москве, я буду в России, но меня не будет в Москве, я буду в отпуске полтора месяца, вот, ну, хотите, ждите, конечно, или пока они там не выйдут, где-то в других местах, вот, это, конечно же, вам решать, ну, в общем, такая была информация, спасибо большое, что вы были на моем канале, спасибо вам за отзывы, за комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте заходить на канал Любы, также подписывайтесь к ней, также ей ставьте лайки, также нам, и ей, и мне, оставляйте комментарии, и жду ваших отзывов по поводу мною сказанного, все вам понятно, что-то, может быть, непонятно, про какой-то аромат, может, вы хотели более подробно как-то что-то узнать, или какие-то еще вот ассоциации, может быть, да, потому что, опять же, объясню, я к этому ролику не готовился, я его выпустил, вот, с бухты Барахты, потому что это новинка, и которой еще пока нету, даже на сайте компании, вот, ну, короче говоря, было какое, как получилось, так получилось, пожалуйста, на меня не обижайтесь, потому что я уже наговорил, там, вам тут почти на 40 минут, вот, надеюсь, вы не устанете от просмотра, значит, прощаюсь с вами, всего вам хорошего, всем спасибо, до новых встреч, всем пока.